Мы канал, который взаимодействует с российским первым каналом. Более того, канал ОНТ изначально создавался на платформе первого канала, ОРТ, на тот момент. И тогда это было 99% российского контента и новости, которые ОНТ начала выдавать. На сегодняшний день мы у платформы берем примерно 42-44% в зависимости от месяца. Как правило, это развлекательные проекты, то есть те, которые зарекомендовали себя у зрителей. Ну понятно, что голос хочется брать, и мы будем его показывать. КВН для многих любимая программа. Поле чудес пользуется популярностью. Женские ток-шоу типа «Давай поженимся», «Модный приговор» они в обязательном порядке. У нас сейчас принцип. Максимально информационная составляющая должна быть белорусская в обязательном порядке. А развлекательные проекты мы просто оцениваем качество. Ведь мы показываем далеко не все, что берем на платформе. Мы покупаем пакет, но из него выбираем самое лучшее с нашей точки зрения, самое смотребельное. Но если два года назад, когда я пришел, мы показывали 56% платформы, сейчас 42-44%, в этом направлении динамика будет сохраняться. Но это настолько многогранная проблема на сегодняшний день, что она связана с госпрограммами по развитию телевидения и созданию собственного белорусского телеконтента, которого категорически не хватает. Если вы мне назовете хоть одну мелодраму, сериальную мелодраму, снятую в Беларуси, я вам плапалодирую, но вы пока не назовете. У нас нет это как отрасли, как производство в целом. Вот сейчас мы над этим работаем, работаем с Министерством информации, с Министерством культуры и с Беларусьфильмом. Любой канал, любой зарубежный канал, как правило, закупает определенную часть телеконтента на стороне, имеется в виду в других, у продакшнг-студий или у других стран. Если вы возьмете Беларусь-1, который считается полностью белорусским, не на платформе, то там примерно 50% это телесериалы и фильмы. А где их производят? Конечно. Ну, просто мы живем в едином информационном пространстве. В этом нет ничего страшного. Если это хороший, качественный кинопоказ, почему бы его не купить? Тем более, что его купить гораздо дешевле, чем произвести самому. Но это не отменяет того, что заниматься собственным производством нужно, и мы будем это делать. Стимулировать это, именно как трансляторы.